Дорогие друзья, библиотека номер 10 имени Фёдора Абрамова округа Воравина Фактурия приглашает вас посмотреть видеопрезентацию о празднике Ивана Купалы на Руси. Славянский праздник Ивана Купала – это старинная традиция западных и восточных славян, о которой не забыли и по сей день. Праздник отмечают практически во всех странах современной Европы. В некоторых из них он является не только религиозным, но и общенациональным. Изначально он был частью языческих ритуалов очищения и омовения, а позже получил своё название в честь Иоанна Крестителя. Его имя в переводе с греческого означает «Купатель». Язычники всегда праздновали праздник Ивана Купалы, поскольку они верили, что именно в этот день, благодаря омовению, можно избавить тело от болезней. Само торжество было посвящено Богу Солнце и Божеству Купале, которому также поклонялись в то время. До того, как на Руси приняли христианство, праздник Купалы отмечали в день летнего солнцестояния, 22 июня. Но после того, как этот день посвятили Иоанну Крестителю, празднование перенесли на 24 июня, и многие крестьяне начали называть его День Ивана. Мистический праздник Ивана Купала считается лучшим временем для гаданий и поверий. Именно в это время травники собирают целебные растения для лечения различных заболеваний. Существует легенда, что собранные в эту ночь травы обладают чудодейственными свойствами, и с их помощью можно вылечить даже самые серьезные заболевания. Во многих деревнях и по сей день праздник называют веселым, любовным, чистоплотным. Ведь существует немало примет и традиций, проведение которых обязательно в этот вечер. В честь божества Купалы прыгали через костер, пели песни и проводили различные обряды. В День Ивана Купалы все люди плели венки и накидки из цветов, подели хороводы, пели веселые песни и жгли костры. Конечно же, каждый обряд имел свой тайный смысл и проводился с определенной целью. Горящее колесо, установленное на шесте в середине костра, символизировало солнце и плодородие. Незамужние девушки днем плели различные венки из полевых цветов, чтобы вечером выпустить их на воду. И по сей день многие верят, что плывущий по воде венок покажет, где живет будущий муж. Тонущий венок символизировал, что суженый уже не любит девушку и возьмет замуж другую. Также ранее было принято обливать водой каждого встречного, чтобы помочь ему очистить душу. Считалось, что чем чаще мыться в этот день, тем проще будет избавиться от всех грехов. Конечно же, сейчас эта традиция сохранилась лишь в некоторых деревнях, поэтому не каждый воспримет такое действие с пониманием. В эту ночь все стремились очистить свое тело от болезней, а душу от грехов. Для этого люди не только поливали друг друга водой, но и часто купались и водили хороводы. Не менее важной частью празднования было разжигание костров. Верили, что перепрыгнув через костер, можно избавиться от любого заболевания. Поэтому через костры прыгали молодые и старые, матери с детьми на руках, а также все те, кто хотел стать счастливее и удачливее. Ночь Иван-Купалы – это время, когда оживала вся нечисть. Никто не спал до утра, чтобы защитить себя от чар. Также хозяева тщательно следили за своими лошадьми, поскольку существовало поверье о том, что в Купальскую ночь ведьмы воруют их для поездки на Лысую гору. И по сей день многие из нас продолжают традицию празднования Иван-Купалы. Неизменными со времен язычников осталось большинство обычаев. Люди по-прежнему водят хороводы, прыгают через костры и собирают травы для лечения серьезных заболеваний. Конечно же, для большинства это возможность весело провести время и насладиться общением. Хоть девушки продолжают гадать и пускать на воду цветочные венки, в надежде поскорее узнать, кто же станет ее суженным. Горит костер, венки сплетают, с деревьев темных веет сказка. Так на Купалу отмечают ночь колдовства, любви и ласки. Пусть клад вам папоротник редкий, откроет с золотом редчайшим, но самым главным кладом будет любовь со страстью настоящей. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!